Коголымский айсберг за тур до окончания сборочного этапа ночной хоккейной лиги игры дивизионный любитель 40+, занял первое место в своей подгруппе. На выезде в Мегионе коголымчане дважды обыграли местную северную лигу. В этом сезоне команды уже трижды встречались в Коголыме. Одна игра завершилась в ничью 4-4 и дважды побеждал айсберг 5-2 и 6-1. Итак, противостояние в Мегионе. На пятой минуте отличился Михаил Кравчук, на девятый Дмитрий Аксенов, на двенадцатый Эдуард Тимирханов. И за минуту до первого перерыва с передачи Аксенова шайбу забросил Виталий Стрельцов. Во втором периоде, не сбавляя оборотов, коголымчане продолжили натиск на ворота противника. На двадцать пятой минуте Дмитрий Аксенов сделал счет 0-5. На двадцать восьмой Виталий Стрельцов в шестой раз огорчил стража ворот северной лиги. Лишь на экваторе встречи хозяева площадки одну шайбу отыграли, на что с передачи Рашида Абдурахманова отличился Сергей Соснин. А потом в большинстве забросил уже сам Абдурахманов, наказав противника за удаление. 1-6 после 40 минут игры. В завершающий третий матч забрасывали только коголымчане Виталий Стрельцов, Рашид Абдурахманов и Михаил Кравчук. Итог разгром 1-11. Повторный поединок прошел по совершенно другому сценарию. Мегион уделил предельное внимание обороне, коголым долго не мог подобрать ключи к воротам северной лиги. Лишь на четырнадцатой минуте отличился Сергей Соснин. Во втором периоде, буквально через сорок секунд после начала, мегионцы счет сравняли. На двадцать четвертой минуте Сергей Соснин вновь вывел коголым вперед, но на тридцатой хозяева площадки сравняли. При счете 2-2 команды ушли на второй перерыв. В третьем периоде команды играли практически до гола. За четыре с половиной минуты до финальной сирены в большинстве с передачи Анатолия Семичева победную шайбу забросил Дмитрий Аксенов. Итог 2-3. После этих встреч Айсберг набрал 21 очко и стал недосягаемым для соперников. Рожденный в СССР из Лангипаса дважды с одинаковым счетом 6-4 дома обыграли автомобилист. И теперь 16 очками занимает второе место. Стоит напомнить, что в финальную серию из каждой подгруппы выходит по две команды, которые разыграют путевку на всероссийский турнир в Сочи. У нас уже точно это Айсберг и рожденные в СССР, а вот у соседей очень напряженная борьба. Шансы имеют Ночные Мамонты, Союз, Спарта и Сибирь Автотранс. Финальная серия до двух побед в этом году пройдет в Пойковском с 3 по 5 марта. Что же касаемо крайних встреч Айсберга, только голымчане их проводят на выезде в Нижневартовске с местным автомобилистом 12 и 13 февраля.